Слово По земле засиял небосвод голубой А потом Появились растения, звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, дорогие друзья С великим вас праздником Рождества Христова Господь наш Иисус Христос Добровольно сошел на землю И открыл нам удивительную истину Если человек уверует в Него И начнет жить по Его заповедям То становится похожим на Бога Ведь в каждом человеке Каким бы он ни был Живет нетленный Божий образ Свет Христовой любви Этот образ Господь вложил в человека Еще при сотворении Вы, разумеется, спросите Ну, а если кто-то сделал Очень много зла Неужели и тогда Божий образ В этом человеке сохраняется Об этом и будет Наш сегодняшний рассказ Давным-давно В шестом веке По Рождестве Христовом Жил в Палестине Дивный подвижник Преподобный Савва Освященный Освященным он был наречен За великую Божию благодать Которую получил он в детстве И изрядно приумножил В годы своей жизни Так вот Шел он однажды по пустыне Напевая величественное Рождественское песнопение Слава в вышних Богу И на земли мир Сарацинами называли Диких кочевников Среди них было Много разбойников И кто поймет Кем были эти люди Во всяком случае Приближаться к ним Было небезопасно Что оставалось делать Преподобному Савве Бежать прочь без оглядки Не поможет Сарацины метко стреляют Из лука Ног не унесешь А жизнь погубишь И тут Снова в сердце Святого подвижника Точно чистый ручеек Зажурчали Те же самые Рождественские слова Слава в вышних Богу И на земли мир В человецах благоволение Святой Савва Взбодрился И отринув всякую тревогу Сказал сарацинам Братья Вижу я Что вы давно не ели И страшно устали Вот есть у меня Нехитрая пища Подкрепитесь на дорогу Ибо долг И труден ваш путь Открыл он свою котонку И высыпал оттуда Много съедобных корешков Это обычная пища в пустыне Она укрепляет силы И даже утоляет жажду Сарацины сначала Немного замешкались Видно было Что в них борются Разные чувства Но голод Их одолел И они стали поглощать корешки А святой Савва Савва стояла рядом И горячо молился О них Богу Милостивый Господь Взвал он Призри на этих людей Хоть и не знают они тебя Истинного Бога Но все равно Твои это создания Пусть и заблудшие Не дай им погибнуть Просвети их души добром И милосердием Съев все корешки Сарацины поднялись На ноги И не сказав ни слова Удалились вглубь пустыни Прошло несколько дней Святой Савва стал уже забывать Об этом происшествии Но какой-то внутренний голос Постоянно напоминал ему Пойди И посмотри на то место Где угощал ты кочевников А что там смотреть Возражал ему Савва Там одни камни Да серый песок Да колючие кустарники Но потом все-таки пошел И что же увидел Ни камни И ни песок А тех же самых сарацинов Да еще в нарядных одеждах Увидев его издали Они подошли к нему с почтением И поклонились в пояс И это еще не все Из своих мешков Достали они хлеб Сыр И финики И вручили это приношение Святому Савве Как некий дар любви При виде этого преподобный Воскликнул Поистине благоволит Господь Каждому человеку Ведь каждый носит в себе Частицу божественной благодати За малое благодеяние Эти люди так благодарны И низко поклонившись Смущенным кочевникам Святой Савва Призвал на них Божие благословения Глаза их уже Не были свирепы Да и на лицах был оттенок Какого-то сокровенного покоя Вот только улыбаться Они не умели Но что до того Главное Что святой Савва На деле увидел Что истинны Евангельские слова Слава в вышних Богу И на земли мир В человецах благоволение Принес Христос на землю Мир и радость всем людям И даже в суровых кочевниках Образ Божий не угас Более того Он может разгореться в них В жаркий пламень Христовой любви И первый шаг Этой любви Они уже сделали Давайте и мы, друзья Нести всем людям добро Конечно, по нашим силам Мы сделаем малое А Господь умножит Наш искренний труд И тогда Действительно Почувствуем мы Что на наших глазах Снова и снова Сбывается Это дивное благовестие Слава в вышних Богу И на земли мир В человецах благоволение И что все люди Немного похожи на Христа Храни вас Господь, дорогие мои Слава в вышних Богу Слава в вышних Богу Слава в вышних Богу Слава в вышних Богу